о чем говорят это о чем говорят меня зовут дмитрий щеглов со мной тарас самбурский мы продолжаем это второй эпизод нашей сегодняшней неделе и вторая тема которую мы сегодня обсуждаем она про сургут она про кедровый лог у нас на страницах нашего онлайн издания seapress.ru сейчас разворачивается определенного рода дискуссия в котором в которой обсуждается вырубка деревьев в кедровом логу того рубили там несколько сотен сосен несколько десятков берез то есть вот зайдите посмотрите на seapress там несколько блогов последовательно идут по этому поводу суть в том что вырубка произошла общественность возмутилась по этому поводу администрация города утверждает что все в порядке что так и надо было сделать и что это все для блага парка потому что там будут разбиты всякие там зоны там зона там выездного выездного регистрации браков фото зона какие-то там развлекая развлечения и так далее и так далее но суть в том что мы в очередной раз наблюдаем факт что вырубка деревьев сургуте становится какой-то масштабной темой то есть люди по этому поводу возмущается люди обсуждают люди разговаривают давай с тобой тоже обсудим и поговорим на тему того почему каждый раз когда в сургуте деревья вырубаются кем-то у нас наступает по этому поводу большой-большой кипиш то есть почему сургутянам настолько дороги деревья и каждый раз факт того что кто-то какое-то дерево там срубил превращается в большой-большой общественный кипиш я не могу сказать что сургутянам дороги деревья вот это большое заблуждение если бы сургутянам были дороги деревья то деревья бы в сургуте не вырубали не сотнями гектаров как это произошло еще во времена александра сидорова да там кедровый огромный лес вырубили где сейчас лента стоит как это происходило с вырубкой листов лесов под новые микрорайоны на новых территориях сургута где в основном все простройства как это постоянно происходит локально во всяких дворах перед всякими офисами ну и в тех же как бы парка да вот если бы у сургутян был категорический запрос на сохранение зелени ну скажем так на сохраняя качественной зелени власть бы выполняла бы этот запрос да как бы и ну и вот периодически подобные конфликтной ситуации не возникали поскольку большинству сургутян абсолютно наплевать вырубают у нас деревья или не вырубают ну как и наплевать на качество наших дорог качество там я не знаю детских площадок спортивных сооружений их количество да вот в общем-то да все идет от запроса общества вот побузить в соцсетях это одно влиять на власть и давить на власть действительно таким образом через депутатов и не знаю через личные встречи с чиновниками через пикетирование через какие-то акции не поняли неповиновения через гражданский протест вот вот если бы это все происходило то конечно бы мы бы не наблюдали подобных ситуаций конкретно по кедровому логу тут вот какая тема конечно же любой парк требует ухода любой уход за парками означает в том числе прореживание вырубку каких-то старых деревьев высадку новых и не знаю борьбу с подлеском ну там море всяких мероприятий здесь важно понимать в кедровом логе данная строительная работа с вырубкой происходит для того чтобы там возникла новая какая-то коммерция да вот либо там чтобы возникла не зеленая зона скажем тогда это одно вот если в результате подобной вырубки к общее качество кедрового лога ухудшится но то есть он там меньше станет легкими какими-то зелеными там больше будет коммерческих объектов или просто каких-то но бетонных да там полян дорожек вот ну как бы это другой вопрос вот то есть для меня данная ситуация не является ну каким-то открытием и трагедией еще раз говорю сургут в силу того что наше сургутское общество весьма как бы не критично относится к собственной власти да вот там говорить о том что это какой-то там кипиш городской я я бы не стал я буду больше обратился городским властям вот вот со следующим аспектом да как бы проблема то понятно что они хотят сделать они хотят продемонстрировать деятельность свою ну как бы они уверены что это развитие городской территории как бы и вероятно да так и есть как будут вопрос квалификации до проводимых работ в квалификации подхода вот я сто раз при каждой возможной встречи с нашими город начальниками пытаясь их убить в том что архитектурными проектами городскими должен заниматься не за штатный архитектор с типичными корочкой там какой-нибудь условного линзнепа да да простят меня я не знаю но линзнепа это не учебное заведение но вы поняли мою иронию вот город сургут это очень интересный город у него действительно есть перспективные площадки для всяких урбанистических проектов но и вообще него есть огромный потенциал для того чтобы за небольшие деньги но за креативные мозги до город превратить в удобную среду и для проживания текущего и для планирования проживания своих там потомков вот и вот наши власти упорно идут по пути когда архитектурная политика ну почти независимо от от исполнительной власти вот как это достигается либо это очень мощная архитектурная весомая фигура просто федерального уровня да вот которая своим авторитетом продавливает вернее отбивает все наскоки всяких лоббистов там строительных коммунальных ну коммерческих и так далее вот тот же кедровый лог просто умный любой архитектор создаст нормальный проект его парка как комплекса вот надо значит там будут сделаны дорожки надо не будут сделаны дорожки я позавчера был просто вот тут на границе есть австрии германии совершенно чудесный такой family парк то есть это вот нашли знает наш кедровый лог только там рельеф еще такой с ручьями с водопадиками вот весь он внутри леса среди деревьев дорожки вот эти вот лазилки бесконечные какие то есть нормальные аттракционы небольшие там маленькая американская горка там какие-то горки на этих вот ну когда надо ехать по воде вниз по горке как называется вот ну то есть как бы на один световой день без толчей без давки вот можно провести время и кедровый лог или наш парк за самой или общий парк делать за саймой сюда ближе идем парк энергетиков сквер старожилов да вот это бывшее кладбище как бы вот вот это все можно превратить без какого-либо ущерба для зелени в активную рекреационную зону вот вот эти вот лазилки ноги вот канаты досочки между деревьев натянут просто это это же бесконечная вещь то есть ты можешь обвязать вот целый парк этим и дети не будут вылазить из этих парков все это это стоит копейки ну как копейки на фоне многих наших трат да вот уж точно это выгоднее чем я не знаю там тоже концессия вот поэтому кедровый лог если вырубкой леса произошла спонтанно ну просто какой-то чиновник недалекого ума просто решил что их надо вырубить доложил начальство начальство не вникая дала на это согласие а может быть и не давала согласие смотрите выше эксцесс исполнителя да вот то но это плохо потому что это не творческий подход зная устройство департамент архитектуры сургутского да и не только сургутского как бы я могу сказать что в большинстве случаев там конечно особо никто ничем не думает вот или почти не думать стоит дерево да значит просто надо взять спилить идти дальше вот а как его обойти как вообще его сохранить чиновник не будет на это тратить свеча качестве поймите российское чиновничество устроено по-другому она не создана в силу вот сложившейся вертикали власти решать проблемы тоже решение проблем это накликать на себя проблемы еще по башке получишь вот он не будет думать как обойти дорожки как там я не знаю там как 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 грамотно коммерциализировать зеленую зону и парк и кстати говорят очень хороший термин коммерциализация парков понимаете потому что по этому пути идет весь мир но коммерциализация не в нашем диком российском сургутском варианте а коммерциализация с использованием нормального опыта мирового так что то что происходит вот с кедровым логом там или со многими другими зелеными осаждениями в городе вот это вот следствие вот нашего дикого запада дикого сургута да как бы то есть есть проблема вот надо решить здесь сейчас думать над этой проблемой не стоит так что ну я бы посоветовал говорю еще раз властям вообще в принципе изменить подход к решению архитектурных пространственных задач в городе вот назначить другого архитектора главного архитектора с именем или наймите какую-то команду какой-то архитектурное бюро возьмите на аурцуз аутсорсинг возьмите заграничное бюро полно в мире команд которые делают муниципалитеты то есть просто это огромный сегмент мировой экономики архитектурные школы архитектурные бюро которые побеждают в конкурсах и там на пятилетних десятилетних контрактах работают с муниципалитетами по всему миру и превращают абсолютные помойки в цветущие сады я уверен что сургут если пойдет по этому пути через 10 лет будет не узнать хватит ли как бы вот но ну желание да вот у наших чиновников у наших властей ну посмотрим да посмотрим мы завершаем этот эпизод нашего разговора и опять же про градостроительство мы поговорим в следующем эпизоде поэтому ссылка будет в описании тоже переходите смотрите там и будем обсуждать важные городские вещи а